Я всех приветствую на своем канале Инфа-Ноченьфам и с вами Лена. В этом видео пойдет речь о подарках и покупках одежды и сумок. Вы знаете, что обычно я стараюсь за полгода где-то набрать вещей, вам все это вместе показать. К покупкам я стараюсь все-таки подходить с умом и не сильно на что-то бросаться, обдумывать. Самое первое, что я вам покажу, это кофточка, которая сейчас находится на мне, такого свекольного цвета, который я купила в Primark. Это довольно такой дешевенький магазин. Если честно, я этот магазин особо не люблю, потому что там действительно на этом все дешево, но чувствуется такой вот запах. И за такие цены я знаю, что хорошее качество не сделаешь, и просто я знаю, в каких условиях работники работают. Я туда захожу, потому что я за компанией с кем-то захожу, то я купила вот эту вот кофточку, которая мне очень-очень понравилась. Здесь золотые такие вот пуговички свекольного цвета. И честно скажу, да, это вискоза, она приятная на ощупь. Мне нужны были джинсы, причем джинсы скини, потому что у меня либо все, которые немножко раскрешенные, которые я ношу больше в такое более теплое время, и то, честно говоря, редко в последнее время все тянет на скини, и удобно сапогами носить, потому что раз их заправила, все с ботинками, и, в общем-то, смотрится это красиво, и ваши ноги подчеркивает. Я сделала ошибку, купила джинсы не джинсовой марки, то есть я купила их у Манго, и, если честно, они за два года у меня растрепались настолько, и как-то они растрепались, и цвет как-то уже, так это сам, я сейчас по дому ношу еще, для дома еще нормально, но, конечно, уже куда-то в них выйти не очень. Как-то я так расстроилась, и решила, что нет, я лучше чуть-чуть добавлю денег, подожду скидок, и на скидках куплю себе хорошие джинсы, которые, я надеюсь, все-таки продержатся, но все остальные джинсы, которые я покупала от джинсовых марок, они у меня хорошо держатся до сих пор, и могут продержаться до 10 лет, если не кажется, я их носить точно. Вот, что же я купила? У меня вот эти вот джинсы от Wrangler, вот такого вот, от темно-синего цвета, с потертостями, которые немножко уходят в желтоватый цвет, потому что мне больше нравится потертости более желтоватый оттенок, чем белый. Безумно ими довольна, вставлю фотографии, как они на мне сидят, очень хорошо сидят, прям так, хорошо все красиво подчеркивает, и фурнитура у них такая симпатичная, здесь вот так вот кожаная вставка Wrangler, все как надо, как я люблю, мне очень не нравится. Вторая пара, я, честно говоря, когда вот эти вот купила, я вот эти вот померила, и так как вот эти лучше всего сидели, я их сразу взяла, потом думаю, ладно, я подожду еще больше скидок, если их уцени... а, да, точно, на тех была скидка, на этих нет, когда их уценят, если вдруг они еще будут, то я их куплю. Мы покупали джинсы моему мужу, моя мама быстро оттаскала эти джинсы, говорит, ты помнишь, ты их хотела купить? Это правда, я их хотела купить, и их уценили, и чему я безумно рада, поэтому я их купила. Здесь более тонкая ткань, извините, они у меня такие немножко помятые, и они прям... Ну, я вставлю фотографию, потому что вот так вот показывать, конечно, непонятно, они прям очень хорошо подчеркивают ноги, и, честно говоря, что они даже как колготки, настолько они тонкие, и очень красиво смотрятся с такими длинными свитерами, с чем-нибудь так вот. Было очень-очень забавно, потому что я нашла, что они, оказывается, называются СПА. СПА, потому что в них какие-то входят молекулы со всевозможными маслами, какие-то антиэйдинг против целлюлита, там даже какие-то водоросли, всего-всего полезного, и они держат свой эффект до 8 стирок. Я такая подумала, ничего себе, маркетологи-то таких вещей находят. Следующее, что я покажу, это будет кожаная юбочка, которую я достала в подарок от моей мамы. Это такая вот мини-юбка от Zara, с такими вот вышивками молочного цвета, ношу с плотными колготками, в большей части на низком ходу, или с такими черными вещами, тоже такой контраст, красиво смотрится. Ношу в свободное время, наработаю в таком не хожу, слишком для меня коротко, но юбочка очень даже нравится, довольно часто я одеваю на выходных. Моя любовь к субам проявилась в моем свитерке. Я купила себе вот такой вот свитерок с очень милым совенком. Я долго присматривала всевозможным таким свитеркам, и в Германии то, что я нашла, был плохой состав, если честно, с очень завышенной цены. И, конечно же, это я покупала в Бельгии, очень приятный, хороший состав, красивая модель. Здесь, кстати, в составе есть и шерсть, и хлопок, и вискулы, в общем-то, такая вот смесь, но хорошая смесь. И носится очень приятно, и я пожалела о том, что я зашла в этот магазин на скидку, как кое-что можно купить, и я не купила второй. Он мне сказал, что же так не подумала, вот действительно не подумала, потому что я его настолько не снимаю, ношу, что он у меня скоро точно до дыр там протрется. Жалко, что я второй не купила, он мне безумно, безумно нравится. Савенок прошитый такими пайетками, переливается, все очень красиво, все у меня такой глазастик, его обожаю. Очень давно я хотела себе купить кардиган шерстяной, каких-нибудь кофейно-молочных цветов, и я все ждала, либо когда у меня будут деньги, либо когда я его найду. Когда я его находила, у меня не было денег, а когда были деньги, я его не находила. Ну, в общем-то, вот так вот я и проходила, пока я не нашла, наконец-то, кардиган, когда у меня были деньги, и это такого вот цвета врублюжевого. Ой, это даже не шерсть, это кашнир, он настолько мягкий, он настолько приятный, и я вот такого плана мерила в Германии. В Германии такие размеры, на меня вот самый маленький размер, он вот такой. Поэтому снова же это пельки я купила, той же марки, что и мой свитерок, это Best Mountain, и я там также покупала вещи своему мужу, то есть, если для мужчин или женщин, если вдруг у вас есть какой-нибудь такой магазин, который называется, могу вам посоветовать. Очень интересные модели. В общем-то, ношу, и его очень мне нравится, с джинсами, с платьями, с юбками, в общем-то, совсем, с блузами очень красиво смотрится. И у меня вот этот вот топ, я тоже его купила на скидках за 5-7 евро, это Mint & Berry, через интернет заказывала. Что мне и мне не понравилось? Ну, форма, форма, она просто, ну, необыкновенно красивая.